Белая голуба Душу своровала Белая голуба Утром прилетала Утром прилетала Сложно вортовала Чёрная голуба Ночью прилетала Душу своровала Господи, осторожно, осторожно, дайте руку Сначала руку, потом сердце Это вы Это были вы Я так вам благодарен Честное слово, если бы не вы Я бы утонул, наверное Как вас зовут? Что же вы такой застенчивый? Заикаете и слов связать не можете Хотя всё туда же Сначала руку, потом сердце Я рада Я тоже Что вы тоже Рада — это моё имя В смысле, я Максим Вы так чудесно возникли И... Никаких чудес нет Живу я здесь, за рекой В цыганском посёлке А здесь как в такую рань И... Какая же это, Рань Роса уже почти сошла А приехала я сюда, потому что Там на песчанике белосвет растёт Решила посмотреть, не расцвел ли он Я тоже Что вы тоже? А, в смысле я тоже Собираю В смысле Фольклор Кстати, я Интересуюсь тыганским Может быть, вы Пригласите меня к себе в деревню А не боитесь, что цыгане душу вашу светлую украдут? Или приворожат на всю жизнь? Я готов К чему ты готов? Мы, цыгане, люди вольные Сегодня здесь, завтра там Такую птицу в клетке не удержать Что же мне делать-то с этой птицей? А вы попробуете ветер в руках удержать Вы его в ладошке хватит? А он сквозь пальцы ускользнет Что же мне делать? Зажмусь Глаза А, так, хорошо Слушай, ветер Может, он тебе что-нибудь подскажет Вада Папа, привет! Рада Опять в танах и опять на своем тырчике Папа, ты не устала? Я твоей лошадке уздечку делаю На тырчике в ладошке На тырчике в ладошке Ого! Ого! Звездочка! Звездочка! Смотри, что у нас есть! Нужно отдать ее замуж Ай, хорошо Пахнет вкусно Не принято тут, доча Чтобы цыганские девушки В танах на колесах ездили На тебя и так косо смотрят Да На пришлых всегда косо смотрят А мы тут не пришлые В этом селе родилась твоя мама Мы тут свои Угу Свои Мы же уже здесь целый год живем Да я поначалу Тоже думал, что не приживемся А как мама умерла Решил, уедем Но ничего Вот скоро ты выйдешь замуж Сыграем свадьбу Со всеми породнимся Провалиться мне на этом месте И что, так ни разу в этом цыганском селе и не были? У-у-у Чужие Чужие Чужие? Ой Так А вот тут вот с торца Сейчас Вторым словом пройдись А мне, знаете Варвара Михайловна, мне уже совсем не чужие Понимаете, когда один человек спасает другого человека Тогда их судьба как бы связывает одной незримой нитью что ли Да что ты говоришь? Ну, да Не надо тебе туда У них свои законы У нас свои Нам друг друга не понять Иногда, чтобы понять друг друга, Варвара Михайловна Надо просто любить Максим, я тут на соседней улице двух старушек наметила Давай, давай, забирай Веди его к старушкам Я тут сама справлюсь Собиратели фольклора И что, вы все-все песни с детства помните? Вы знаете, помню Ну, что вчера я пыла уже забываю Вот как нам повезло Пойте По синьим волнам океана Где звезды мелькнут в небесах Корабль одинокий несется Несется на всех парусах Так, подождите, Алевтина Ивановна Вы же говорили, бабушка пела А что, Лермонтов не народ? Так, хорошо, а другие вы песни знаете? Только более старинные Да Буря млою небо кроет В их бесснежные летят То козы она заводит То заплачет, как дитя Ну, а что, Пушкин не народ, что ли? Да, да расскажи, как ты с Деей познакомился Доченька, это я тебе уже сто раз рассказывал Да, ты говорил, что вы познакомились в филармонии Ну и что, ты вот прям ее увидел и… И прям сразу понял, что она твоя? Сначала сердце сердцу весть подает И глазами люди встречаются Вот в сердце что-то и стукнуло А у меня тоже так А я это сразу заметил Как только год назад баро появился, я заметил Ну, пап, ну причем здесь барон А ты о ком сейчас говоришь, доченька? Неважно Вот и правильно Невеста не должна ни о ком думать, кроме как о женихе Пап, ну я же говорила тебе, что я не хочу замуж Я хочу учиться Ну, вот где это видно, чтобы цыганский барон разрешил своей жене учиться в медицинском, а? Там же практика, там же голые пациенты Если бы не баро, когда мама заболела Знаю, что он долги оплатил, знаю, что даже с процентами Ну и что, теперь я должна ему за это продаться со всеми потрохами? Да баро помог нам по-родственному, если бы не барон, мы ему по гроб жизни обязаны Вот если бы Дая была жива, она бы ни за что не разрешила мне выйти замуж без любви Вот Иди ко мне Скорее! Куда ты, девочка? Иди, скорей ко мне! Скорей! МИХЕЛЬ Михель, смотри, здесь товар от кабана. Скинешь по два куска. Кабан в прошлый раз хотел, чтобы мы дороже скидывали товар. Бенглайс Сталел, мало ли чего он хотел. Там мол, чтобы ему пусто было. Пусть он кого-то другого поищет. На свой товар. Статью за сбыт Храдзинова еще никто не отменял. Иди с Богом. Сынок, сынок, пейте на здоровье. Освяжитесь немножко. Спасибо. Здоровья, счастья вам. Мир вашему дому. Пейте на здоровье. Что, сынок? Спасибо, мама. Идите с Богом. Мама, посиди со мной. Что случилось, сынок? Ну вот, готовлю приданное для невесты. Сынок, старая она для тебя, не подходит она тебе, ты отцовский сын. Мама, она живет не по-цыгански в Могичи. Тема хорошая чертовка. Украла мое сердце. Украла мое сердце. Одевается не по-цыгански. Разговаривает не по-цыгански. Совсем чужая. Лиля у Алмазовых. Да, Лиля у Алмазовых. Она кобылится, смирно ее объезжать неинтересно. А рада, чистая кровь. Как она приехала в наш поселок, только и слышу от тебя. Рада, 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 рада. Да, да, да. Да. Да, понял. Завтра. Я сказал, завтра. Мне казалось, тут каждый второй носитель народных традиций. И чуть Варя их нам советовала. Да не переживай, Любонька, еще не вечер. Вон смотри, какие живописные старушки сидят. Они нам сейчас материалы дадут на целую диссертацию. Да я уже в этом не уверена. Доброе здоровье, красавица. Доброе. Здрасте. И вам в них ворать, мир человек. А че хочет он? Ничего не хочет, говорит, красивая ты. Любка, жених твой, да? Или как? Погнюш. Это мой преподаватель. Мы приехали вот с ним фольклор собирать. Здрасте. Здрасте. Вы нам песни старинные споете? А че хочет она? Просит спеть. Будешь спеть песню? Буду. Только нам нужны старинные песни, еще дореволюционные. Степановня, ты ж знаешь, она у нас самый первостатейный мастер по этому вашему хольклору. Спасибо. Спасибо вам, красавицы. Всего доброго. Нам туда. Доброго, доброго. Идите. А че хотели они? Любовью заняться. Ой. Ой, боже. Да она с весны не вставала. Какое петь. Вот только вас увидела и поднялась. Придумали тоже на ночь глядя. Че, Николай. Степан сама сказала, что хочет. Она хочет, конечно. Ей дай только покрасоваться. А мне потом с ней всю ночь валандаться. Ну что, тогда пойдем мы, наверное, да? Сидеть. Над рекой, над речкой парень громко кличет, парень громко кличет, свою душу ищет. Белая голубка, утром прилетала, утром прилетала, сладко ворковала, душу своровала. Звучит музыка. Эх, доча, и я когда-то хотел высоко летать. Лучшим был на курсе. Меня даже хотели в Варну на конкурс отправить. Уже все бумаги приготовили. Да вот руку поранил. Да, да, и говорилось, что ты из-за нее подрался. Профессор Вершбицкий так ругался. На конкурс кого-то другого отправили, а я ушел, не смог. Ты понимаешь, классическая музыка, она всего тебя забирает. А куда мне с раненой рукой? Па, а можете устроиться в ансамбль? В райцентр? Ты думаешь, туда так легко попасть? Вообще-то я знаю одного человека, который может помочь в этом. И ты знаешь, о ком я говорю. Не заставай меня выходить замуж за Боро. Пойми, Боро это наш шанс, и твой, и мой. Если ты будешь на меня давить, я от тебя сбегу. Пойдем. Доча, а что я сказал? Я говорю, а мы рума выше крыльев не взлетим, доча. Я сбегу от тебя. Рада, слушай меня, что я говорю. Рада, слушай меня, что я говорю. Странная ты, Радка. Уже год тебя знаю, все никак привыкнуть не могу. Ну почему же странная? Я просто нормальная. Другая девушка скакала бы до неба от радости, если бы сам Боро к ней клиня подбивал. А ты нос воротишь. Я не врачу. Я просто его не люблю. А говорила, что любишь? Нет, я не говорила, что люблю. Говорила, что благодарна. Говорила, что уважаю. Говорила, что нравится, но что люблю. Не говорила никогда. Ой, мама говорит, что любовь – это выдумки для гаджа. Ай-яй-яй. Что же это такие красивые чаялые ходят? Да без охраны. А кого нам бояться? Не тебя ли? Лиля, Драга, дай-ка мне с подружкой твоей поговорить. Да, конечно. А чего же не давать? Хорошая у тебя подружка смелая. Ты что-то хотел? К отцу твоему заходил, товара кое-какого привез. Ну и тебе гостинцы поставил. Нам ничего не нужно. Вообще-то мы цыгане. И у нас принято, чтобы жених невесту подарками баловал. И ты что же, против наших обычаев? Я? Я против обычаев, когда человека, когда девушку, принуждают против ее воли. Что ты несешь? Между нами еще год назад все было оговорено. До этого я умирала, благословила нас. Сказала, в золоте будешь ходить, как у Христа за пазухой у барона. Я ничего тебе не обещала, барона. И я никогда твоей не буду. Не будешь. Потому что ты и так уже моя. Моя. Так. А я тебе говорю, не ходи туда. Зарежут, а мне потом еще отвечать. Варвара Михайловна, будьте уверены, от ответственности за мое здоровье я вас освобождаю. Угу. Максим. Максим, представляешь, все утро не идет из головы эта песня про голубку. А ты что, куда-то собираешься? Да так и прогуляться. Я думала, мы вместе с тобой к Степановне зайдем. Вдруг она концовку вспомнила. Люба, послушай, ты сходи к Степановне сама, а потом мы с тобой вместе проанализируем материал, сколько там архаики, а сколько символических форм. Хорошо. Ты в цыганский поселок идешь, да? Ну да. Ну а что, там, там тоже фольклор. Угу. Давай покажу. Смотри. Кажется, что наши села стоят друг напротив друга. На самом деле, дорога кружная. Вон, видишь, где мысль? Ага, это вот сюда идти. Любой-то. Спасибо тебе. Спасибо. Я бы без тебя точно заплутал. Ладно, побежал все. Ты же знаешь, у меня топографический кретинизм, как у всех гуманитариев. Ну да. Почему ж только топографический? А ты тоже хороша. Собственными руками дорогу к сопернице нарисовала. Так что мне теперь костьми перед ним лечь? Да хоть и костьми, если не хочешь, как я. Да. Да. Свежие, неразбавленные. Пожалуйста. Может быть, вам еще зеленушки нарезать? Нет, спасибо. Так где кабан, я так и не понял. У кабана за шквар на днях вышел. Он, так сказать, отошел от дел. Я вместо него. Надо же. Как у вас все быстро? Он же мне на днях буквально товар подгонял. Я мухой рассчитался. Проблем не было. С тобой, может, и не было. А вот с другими? Кабан борзанул, ответка прилетела. Мухой, как ты говоришь. И что, обязательно это было делать именно около моего поселка? Ну так получилось. Мы же тихо. Тихо. То есть свидетели, менты по всему Русалины, это ты называешь тихо. Почистить это не проблема. Кто там нас видел? Грибник какой-то или пастушок? Сейчас. Аспирант. Из Питера. Да о нем теперь все русально болтает. Мне такие проблемы на моей территории не нужны. Я сказал, я разберусь. Давай наводку на своего аспиранта. Спасибо. Ты уже один раз разобрался. Дальше я как-нибудь сам. Что, наоборот, все о грустном, да о грустном. Ты у кабана товар брал за сколько? За столько? А я тебе предлагаю за столько. Так что построишь себе шатры из китайского шелка и коней из Эмиратов выпишешь. Или украдешь. Жри молча. Нравится? Ну, допустим. Тебе с этого какая выгода? Об этом мы с тобой поговорим в более теплой и досковом жаркой обстановке. Хватит жрать, поехали в Монте-Карло. Нет. В Версаль поедем. В Версале мясо хорошо готовят. Ну, Версаль так Версаль. Хозяин, барин. Так, вы уже тут, да, Алла Борисовна? Вы, конечно, считаете, что я все это делаю исключительно для вас? Когда из родной гаванны уплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль вдали. Слушай, Ваня, ты уже заколебал вот так вот подкрадываться. У меня скоро из-за тебя инфаркт будет. Так я целлофан для теплицы принес. Ну, вот остави и иди себе с Богом. Спасибо. На, круто твою очередь, Варь. Знаешь, вот замучил, прости господи. Вроде хороший мужик, да, Люба? И столько мне добра сделал, что вот здесь вот оно, это добро уже в горле. А вот он возьмет и завтра не придет. Я хоть вздохну посвободнее. Я думаю, что он мимо на заду дырку прожжет. Что смешного? Бог в помощь! Спасибо. А что это от вас народ бежит, как ошпаренный? Это ты про Ивана, что ли? Так у него дело срочное. Он дрова рубить пошел. Аспирант. Я ему два слова не успела сказать. Смотрю, на другом конце деревни. А он в цыганский поселок пошел. А что ты он там забыл? А я у него то же самое спросила. Любовь у него там. Ой, тоже мне скажешь. Заинтересуется городской ученый какой-то грязной цыганкой. Музыка. 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 И бывать тебе с этой цыганкой. Баро, уважаемый, что выгодно тебе, то выгодно мне. Мы с тобой таких дел новорочим. Мой товар, твои каналы. Рынки подо мне. И Кормилова совсем другое будет. Молодец. Красиво поешь. Кабан так не умел. Ну так, где кабан, а где я? Горячие на подходе, мальчики. А вы пока темненькая, черская. А как бы нам так сделать, чтобы перейти сразу в десерт? Да запросто. Марго, Лида готова? Лида готова. У тебя здесь спецобслуживание? Я грязи не люблю. Да, да, да. С кабаном это наш косяк. Я поеду в Атарусальное, пробью, что к чему. Если что, берем аспиранта по-тихому. Угу. Слышишь меня? Сколько можно жрать? Получилось? Получилось. Это наша местная достопримечательность. Колокольчиковая поляна. Ты в этом лесу прям как у себя дома. Ну, конечно. Я же сюда каждое лето приезжала. Бабушка мне здесь все-все показала, а Дайя водила прямо вот туда. Звенит. Ну, послушай. Дайя говорила, что там внутри живут маленькие урмы и играют на маленьких-маленьких скрипочках. Так. Да, это мама. Я уже понял. А урмы это кто? Урмы? Это такие маленькие лесные феи. Ну, наши цыганские. По ночам они собираются в хороводы и тем, кто попадает в их круг, открывается судьба. Я бы хотел поучаствовать в этом хороводе. Ты любишь танцевать? Ну. Ты хочешь узнать свою судьбу? Так я тебе сама могу все рассказать. Молодой, красивый. Давай. Тяжелая у тебя судьба. Нелегкая. Так что же делать-то? Может, ручку позолотить? Незолоте, незолоте не поможет. Одной тебя может спасти. Что? Что? Уйди с муравейника. Черт, господи. А вон цыганский поселок пошел. Любовь у него там. Диаганка эта грязная. Надя, что такое? Мама, а он, он, что? Что он, что? Что я, ау. Что ты ау? А, нет. Что-то он, подожди, дай его заткну. Что он говорил? Что я представитель своей аутентичной культуры. Что он тебе такое говорил? Мама, он говорил, что он, что я ждала, что мы с ним, что мы с ним. Надя, что вы с ним? Что вы с ним? Что мы с ним одноцелые, мама. Он тебе обещал. Мама, да, он обещал. Наплел тебе. Ну, конечно. Огородил тебя, без три короба. А ты уже и ушки развесил. Мама, он же ученый. Ой, а что? А мы этого ученого, мы его научим, этого ученого. Мы ему еще покажем, что это он думает, он городской, так можно ему тут все? Мы ему покажем, он еще узнает наших, да? Да, мой малыш? Мама, что мы ему сделали? Мама, знаешь, я не придумала еще, что. Ну, это войдет в фольклор. Ты знаешь, я тоже мечтаю о столице. Мне рассказывали, что из медицинского общежития открывается потрясающий панорамный вид на весь город. Он мне даже иногда снится. Ну, так эту мечту можно осуществить, хоть сейчас. Да, я знаю, после десятого класса там нужно сдавать только сочинение, биологию. Я тебе могу помочь. Ну, правда, в биологии я не в зуб ногой, но сочинение написать смогу. Поздно уже. Нужно идти домой. Еще светло совсем. Скоро стемнеет. Комары закусают. Подгнил лук-то. Да ничего, новый нарастет. И чуть чулков столько не сносила. Да я тебе новые куплю, не переживай. Завтра поеду в райцентр и куплю. Тебе, кстати, какие? Может быть, тебе кружевные купить? На купки кружевные. Федь, не помешаю соседей. Добрый день, Татьяна. Да если бы. Случилось чего? Нет, но может. Вот объясни мне, Петр Андреевич, что это такое творит этот аспирантик? Значит, охмурил девку, наплел ее в этих столичных баек и в кусты. Татьяна, не начинай. Я не буду начинать. Ты давай начни. Так а я-то тут при чем? Здрасте, ты председатель. Давай, призови к ответу. Должен резонить как-то. Так он что должен? Всех приезжих за ширинки держать? Пусть лучше девки юбки подлиннее надевают. Ага. А если у девок ноги длинные и красивые? Можно и покороче? Лучше уж ноги, чулки, а не луковицы. Ну, слушайте, моя Надя, она себе цену знает, но вот это всяким тут головы ей задумывать я не позволю. Ну, ты что, городской приехал, да? Уступление ему тут устраивают, а потом девки с пузом. Слушай, Татьяна, у тебя это здорово получается. Ты пойди и сама ему это и скажи. Он же парень, ты понятливый? Не, я так скажу. Так вот, пойди. Ну, понятно. Пиончик зря утопил. Ты рассеивай, Петр Андреевич. Ты чего, мать? Не в чём? А только? Одни вот залететь боятся, а другие хотят и не могут. Мань, ну, так жизнь сложилась, ну. Ты мне не стой. Ну, мань, ну, не плачь. Я вот подумала, хорошо, что я твоего ректора не знаю. Почему? Да. Стыдно было бы в глаза человеку посмотреть. Уезжал крепкий, здоровый парень, а приедет бледный, худосочный сморчок. Чего ты не ешь? Ну, об этом, Марвана Михайловна, я влюбился. О! В цыганку, что ли, эту? Ну, вообще-то, её зовут Рада. Угу. И, честно говоря, я не стричал ещё в своей жизни девушку. Прекраснее. Да? Может, плохо посмотрел? Может, я сначала к врачу, а потом по девушкам? Ну, я, честно говоря, не понимаю вашей иронии. Ну, что плохого в том, что двое поняли, что жить друг без друга не могут. Двое? А вас, между прочим, не двое на белом свете живёт. Я посмотрю на твоих друзей-профессоров, когда ты привезёшь невесту в цветастой юбке, да подай и нэ-нэ, да. А потом на твою семью. Небось, интеллигент на интеллигенте, да? Послушайте, Варвара Михайловна, мои родственники всё поймут. Они-то поймут. А вот цыгани нет. Когда узнают, что чужак увёл цыганку, соблазнил и бросил. О-о-о, мало не покажется. Варвара Михайловна, за что люблю вас? За то, что вы наперёд, на десять лет вперёд всё знаете. Я не знаю, что у меня завтра будет. А должен знать. Должен. Если ты мужчина. Я мужчина. Мужчина, который влюбился. Влюбился, может быть, в первый раз в жизни. Варвара Михайловна. мировоззр conflict О-о-о-о. Да, и моя драка… Ну, что же ты меня так рано оставила? Не с кем мне поговорить. Не с кем посоветоваться. Не знаю, что мне делать. Встретила я одного человека. Не наш человек, Гаджу. Но ты же сама говорила, что… что обычаи придумали люди, а людям свойственно ошибаться. А что сердце мудрее разума? А разум сильнее чувства. Я ничего не буду говорить тебе, Рада. Ты сама все знаешь. Скажу только одно. – Тумироть вина. – Ты моя жизнь. Ты мое сердце. Ты моя кровь. Богом клянусь. Я верю тебе, Дана. Мама так хотела, чтоб ты была счастлива. И я очень хочу. Папа. Папа. Сыграй меня. ... ... ... ... КОНЕЦ КОНЕЦ Рад тебя видеть. Проходи. Как же ты хорошо играешь, отец. Понимаешь? Очень хорошо. Но печально. Ты же найдешь для нашей свадьбы песню повеселее, правда? Я разговаривал с Радой Баро. Угу. Так время разговоров уже прошло, мы все решили. Считай, что заслал сватов. Завтра принесут тебе дары и все, как полагается. Рада непростая, Ромни Баро. Ох, непростая. Я знаю. Потому и люблю ее. Да не волнуйся ты, я ее не обижу. Будет в бархате по золоту ходить. И ты вместе с ней. Дай ей время полюбить тебя. У нее было время. Более чем достаточно. Да. Да и любит она меня уже. Любит, любит. Просто она об этом еще не знает. Ура все нас на улице. Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Мне сказали, что здесь на почте работает самая красивая девушка Надежда. Да. Вам телеграмму. И они мне сказали правду. А еще мне сказали, что вы знаете этнографа, который собирает здесь фольклор. А вам зачем? Ну, есть для него материал, который может заинтересовать. Ну, песни, стихи. Ну, типа городской фольклор. Я не справочное бюро. Если вам там марку купить или переговоры заказать, то, пожалуйста. Ну, что ж, давайте марку. Только такую самую красивую и дорогую. И открытку вон там с уродами. С вас тридцать. Тридцать? Вот, возьмите. У меня сдачи не будет. Сдачи не надо? Ну, не надо, так не надо. Каюсь. Первая попытка была неудачная. Может, в ресторан? Самая красивая девушка надежды? С надеждой на понимание. Ну, так что? Ресторан? Итальянский. Только открылся. Ну, вот прям так сразу уж и ресторан. Почему нет? Ну, а вдруг вы рикетир какой? Я похож на рикетира? Ну, если честно, да. Вы обижаете. Я обычный бизнесмен. Ну, если хотите, возьмите с собой подругу. Ну, а я друга. Ну, если вам так спокойно будет. Ладно. Подумаю. О, а я газетку на сдачу возьму. Спасибо. Жалко. Алло. Хлопок, я не понял. Ты обрел хозяина? Алла Борисовна, ты куда залезла? Ты же интеллигентная курица. Варвар Михайловна, вы прям как Франциск Осиский с животными разговариваете. Да. И с обедом целомудрие у меня, как у него. О, доброе утро. Доброе. Доброе. Знаем, это выражение лица. Ругаться пришла? Нет, а наоборот, как раз. Я тут пришла рассказать, показать. Вот, посмотрите на этот платочек. Вот этого голубя мира моя Надя вышла, когда я была 15 лет. Сама, своими ручками. Ага. Спасибо. Да. Вот горшочек. Это она сама сделала на уроке гончарства. Руками своими. Вот, за пимпочку надо держать. Вот, прекрасно, удобно, правда? Вот. Да. Рисунок. Тоже, кстати, голубь. Так, Татьяна, понятно. Мы знаем, что твоя доченька очень талантливая девушка. Да, Надя очень талантливая девушка. Он тоже так говорил. Да. А я чего? Я слов-то своих не отказываюсь. Да. Ага. Ого, как. Так, Максим, сбегай в сельмак. Может, там хлебушек привезли? Ага, ага. Давай. Совесть только в сельмак. Не привезли, а за хлебушком сбегай, Максим. Чего ты усвала? Что? Хочешь на своей этой примяшке, да, аспирантика, так сказать? Угу. Ой, Татьяна. Верь сюда курица. Иногда думаю, что у Аллы Борисовны мозгов больше, чем у тебя. Не обижайся. Вер, долго еще. Успокойся, Машка, у меня прием товара. Михалыч, давай быстрее. Здрасте. Чего булками трясешь? Здрасте. Максим Сергеевич, а вы куда? Вы идите к нам, мы вам заняли. Да, да. Мы заняли. Извините, извините. Здрасте. 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 Надя, вы очень красивая, вы такая веселая, бойкая, но вы обязательно найдете человека, который вас оценит по достоинству. А вы тот самый знаменитый аспирант, не так ли? Ну, видимо, я. Хотя не знаю, чем я успел так прославиться. Да, здесь особый талант нужен. Добрый день. Добрый. Максим? Аро. Очень приятно. Я специально приехал, хочу пригласить вас к нам в цыганский поселок. А то вы по всему Русальну фольклор собираете, а мы как же? Разве мы хуже? Да вы что? Да. Я с удовольствием. Ну, так поехали. Ну, вот, только хлеба надо купить, за хлебом послали. А мы вам дадим с собой и хлеба, и чего захотите. Поехали. Ну, хорошо. Да. Надя, простите еще раз. Ну, все, я побежал. До свидания. До свидания. До свидания. Че, Надька, снова твой отец сбежал? Машка, что стоишь? Пошли в ресторан. Какой ресторан? Какой такой? В итальянский. Это еще не ешь. Девчонки, может, потанцуем? Нам нужно носик поподрить. Да чего? У вас все с нами в порядке. Если вы хотите поговорить, так мы отойдем. Пойдем все равно. Слушай, ну не нравятся они мне. Особенно этот. Морда у него какая-то бандитская. Да расслабься. Обычный он бизнесмен и все. Давай уйдем. Ты че, куда? Они на выходе стоят. И тем более я хочу отомстить Максиму. И что ты сделаешь? Пистолет у него украдешь? Нет. Я кое-что придумала. Понятно. Ну что, девочки, все-таки потанцуем музыка какая-то. Я не могу. Я, правда, не мигать. Так, да? Я не могу. О! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Красиво как. Жаль, камеру не видел. Вот, видите? А что обычно про цыган говорят? Разбойники, воры, убийцы? Ну, ничего, это старая история, мы привыкли. Да, я же не говорил, что видел цыган в лесу, я толку бы не разглядел-то никого. Ну, правильно. К тому же там ведь было очень темно, верно? Да, темно. Как хорошо, что мы правильно друг друга поняли, Максим Сергеевич. Максим Сергеевич. Максим Сергеевич. Не тратьте время. Это моя невеста. Скоро свадьба. Вас, извините, не приглашаю. Пошла! Пошла! Спасибо вам за угощение, за песни. Спасибо. Спасибо. Я пойду. А по поводу леса, и вообще, я действительно никого не видел, и завтра я уезжаю. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.